Совсем одна время. Требуют пропустить через граниту семью с больным ребенком. Как будто нам здесь всем больше делать нечего. Вы же знаете, что инструкция, доложил дежуривший у телефона Крауза. Герр Херцман положил трубку и подошел к окну. Крошечная аниверсиета, где он нес службу, чем-то напоминала ему его родной Штайндорф. Только вот работа здесь была собачьей. Нужен был глаз да глаз. Не привидит, Господи, какая-нибудь провокация и войны, которая уже висела в воздухе, не миновать. Он свинен на календарь 1939 год. Мебель недавно снова стал немецким. Фюрер выдвинул литовцам, новым хозяевам этого края, ультиматум. Так что отдать территорию для них было благоразумнее, чем все-таки воевать. Перед глазами Херцмана вдруг возникла его бездетная двора, ее вечно несчастное лицо, когда она видела вокруг чужих детей. Ему вспомнились их тщетные усилия завести собственного ребенка и уныние после посещения врачей. Однажды в отпуске на пароходе Доля чуть не сошла с ума от умиления, когда увидела пару плеча усыновленных зенокожим мальчиком. Ей тоже непременно захотелось кого-то усыновить. И он Херцман не возражал, хотя его и ее родители были категорически Доля, и даже кодидатуру была найдена. Но Дора вдруг сказала нет, испугалась. Наверное, она и сама так не знала. Херцман, прекрасная служанка, инструкцию знала и всегда выполняла ее беспекословно. Иначе ему был пост в недоверении. Буквально на днях предписания сменили, и ни о каких повестках личного свойства в данный момент обречения не было. Он еще раз глянул в окно, а потом поднял трубку, набрал номер бежуток и будет пиццеллитом. Пропустите. Огромные отчатки с обеих сторон автомобиля. У Евы, также забыла она героиня мать, у Евы с детства был панический страх и большими собаками. Но сейчас она не имела права поддаваться собственным слабостям. Она просто замерла, велела себе заменить, когда большая желто-челудная собачья нога космоноскраинные платья. Люди в форме с надписями на пряжках «Бутмит-унс» сновали туда-сюда, строгими словами рожан, и вот они ужинчатся по немецкой дороге. И человечность, если она не мило, не забыть даже при таких условиях.